Аминь, аминь. Спасибо, братья. Итак, присаживайтесь, возлюбленные братья. Сегодня прекрасный день. Это один день в году, когда все мужчины могут собраться и принять от Господа Слово. Когда мужчины могут собраться и прославить Бога едиными устами, единодушно. И в этом что-то есть, в этом есть сила определенная. И я верю, что это собрание нравится Господу Нового года и Ему сегодня. Аминь. Итак, тема этого года, наступающего, кстати, с Новым годом, все братья. Тема наступающего года в Российской Церкви. Это год молитвы. Год молитвы. И стих был озвучен из Аввакуума, 2 главы, 1 стих. Я зачитаю. На стражу мою стал я, и стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне, и что мне отвечать по жалко-моему. Итак, сегодня я поделюсь тем, что Господь положил мне на сердце. Знаете, мне не пришлось долго думать, когда я услышал этот текст, когда я услышал тему этого года. И такое ощущение было, что в моем сердце тоже звучит та же нужда. И не пришлось долго думать и молиться. Господь сразу вложил вот это слово, которое было для всей Российской Церкви. Знаете, я убежден, что те мужчины, те братья, которые сегодня, вот именно в этот день, примут слово от Господа для себя, как наставление, да, то будут жить этим словом весь год, и они будут благословлены. Я думаю, что в этом году всем нам необходимо обратить внимание на свою молитвенную жизнь. Раз Господь дает слово от молитвы, нам нужно усилиться в молитве, в молитвенной жизни. И, знаете, многие вещи возможно решить только с помощью молитвы. Абинь. Вот такие, как, допустим, спасение близких. Мы не можем спасать. Спасает Господь. Какие-то семейные трудности есть, как неразрешимые. Тоже с помощью молитвы можно разрешить. Обрести какую-то мудрость от Бога в непредвиденных обстоятельствах. Писание говорит, что то, что невозможно человеком, возможно Богу. Поэтому мы выбрали такую тему конференции «Предстоятель перед Господом». Так называется тема конференции. И, знаете, предстоять перед Господом – это вообще роль и функция мужчин. Вот. И сегодня я буду говорить о стойкости мужского характера, которое так необходимо для того, чтобы исполнить волю Божию. И буду говорить о том, как обрести мужество и твердость или таким простым аллегорическим языком, как обрести львиное сердце. У мужчины должно быть такое сердце. У мужа Божьего. Вот. Иначе то, с чем верующие мужчины сталкиваются, невозможно ни к каким-то другим своими силами справиться. Как моя бабушка говорила, чтобы не быть покосливым, как кошка, и трусливым, как заяц. Вот. Нам необходимо обрести качество нашего характера, принять их. Вот. И хотелось бы сочетать из неканонической книги, Никас Сирах, один текст, он очень созвучен со всеми гиблейскими мыслями. Это Сирах, 2 глава, 1-2 стих. Сын мой, если ты приступишь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению. Управь сердце твое, и будь тверд, и не смущайся. Во время посещения, я бы скобочек добавил, во время посещения и искушения, да? Вот. Прилепись к нему и не отступай, дабы возвеличиться тебе напоследок. Вот такой хороший, интересный текст. Он говорит о том, что если человек решился посвятить свою жизнь Богу, прославить Бога своей жизнью, вот этой земной, и служить Ему, стремиться исполнить волю Божию, то этот человек, он обязательно столкнется с какими-то ситуациями, с какими-то трудностями, обстоятельствами, которые будут его останавливать. Даже в элементарных вещах, когда человек пытается сделать что-то для Бога, ему обязательно налазят какие-то трудности, препятствия, какие-то проблемы. Почему это происходит? Ну, потому что есть враг на земле, дьявол, который действительно убивает людей, который ворует, его цепь украсть, убить, погубить. И он убивает мужчину, убивает тот потенциал, чтобы люди, они не смогли подняться, чтобы люди не смогли реализоваться как-то. И дьявол, он удерживает человека в том состоянии, в греховом, в бессильном состоянии, которое не дает человеку как-то прославить Бога своей жизнью. И это так, этот факт. Если ты собираешься стать побеждающим, он тебе в Откровении книги, в Откровении там написано, что побеждающему дам вкушать пищу, побеждающий наследует все, побеждающий наследует. И Христос, он не оставил нам выбора. Он говорит, если ты не будешь побеждать, то ты умрешь. То есть ты должен быть побеждающим человеком, преодолевающим какие-то трудности, какие-то ситуации, непредвиденные обстоятельства, которые приходят в твою жизнь. И поэтому нам необходимо приготовиться, нам необходимо вооружиться вот этими мыслями, что может прийти вот этот день, посетить тебя, да, какое-то лютое искушение, с которым ты должен справиться. Как это уже другой вопрос. Поэтому ты должен приготовиться к духовным сражениям. И если в твоей жизни ты переживаешь вот эту борьбу, если ты борешься сегодня, то ты делаешь все правильно, брат. Тебе респект. Господь с тобой. Сто процентов. И Божья сила с тобой. И ты способен победить. Вот. Примите это как похвалу для вас. Знаете, служа уже длительное время в пастырском служении, часто вижу одну и ту же картину, да. Большинству братьев время от времени делают попытку начать служить. Вот. Ну, у многих, конечно, получается. И они служат, они верны, они двигаются. Вот. Но также есть тоже нередко можно увидеть, как братья начинают что-то делать доброе, начинают служить, и сразу их какая-то сила их просто останавливает. То есть у них какое-то препятствие, и все, и служение идет кувырком. Они неспособны становятся служить. Знаете, есть какие-то причины. Есть либо внешние обстоятельства, либо внутренние какие-то проблемы, раны, обиды, преткновения. Ну, в общем, какая-то невидимая сила дает им отпор. Наша. Вот. И именно вот эта сила, которая дает им отпор, заставляет их дрейфовать по жизни. Жить вот в таком каком-то дрейфующем состоянии. Так они и не способны добиваться вот этих побед во Христе Иисусе. Радоваться, торжествовать в Иисусе Христе. То есть они, ну, как бы останавливаются. Вот. Конечно же, пустырей это не может не волновать, потому что Бог вложил пастырем задачу совершенствовать святых, усовершенствовать, приготовить их на дело служения, чтобы они были такие вооруженные, накаченные бойцы, мужи Божьи. И вот это в нашем сердце, и когда мы видим вот такое апатичность какую-то, когда мы видим люди, которые дрейфуют по жизни, вроде бы христиане, у них есть все потребное, и вот что-то происходит и так. И это на самом деле ну, как не может не огорчать служителей. Поэтому сегодня я вам хочу брать и сказать, что если ты намереваешься быть побеждающим, тогда готовься, готовься. Готовность это 50% успеха. Уже. Вот такой пример в Библии есть. Иисус Навин, помните, такого героя, и в его сердце, в его ну вот разуме, да, у него была одна идея всегда. Как он знал, как прожить свою земную жизнь, кому ее посвятить, для чего он живет, он это все понимал. И вот есть такой текст, где написано, Иисус Навин 24, 15, там написано, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие земли, кое, а я и дом мой будем служить Господу. У него одна программа была прожить свою земную жизнь, вот именно так. Сделаю небольшое отклонение, недавно я сижу, молюсь на молитве на холодности, и вот так что-то взялся за голову, ну и так трогаю свой череп, ну и так что-то глазницу, так, ну, когда молишься, много свободного времени. Да, да. Вот. И так трогаю, и вот думаю, о, череп, прикольно. и потом представил себе вот эти черепки, они же там могилы, в земле, кьют там люди. И так думаю, надо же, когда-то вот эта черепушка тоже будет там, вот, в лакину лежать, и не меньше. Ведь мы на этой земле вообще временное явление. Мы пройдем, а как мы свою жизнь, чему мы свою жизнь посвятим. Как мы проживем эту жизнь? Либо просто продрефуем и уйдем в небытие, либо мы можем посвятить свою жизнь так же, как Иисус нам скажет, вы как хотите, а я буду служить Господу. Аминь, братья. Это самая прекрасная возможность прожить земную жизнь, прославляя Господа. Это великолепная жизнь, потрясающая. Она увлекательная, столько много приключений, столько много всяких интересных вещей ты встречаешь на своем жизненном пути. Хорошо, не будем отклоняться, у нас время короткое. И знаете, вот когда Иисус Навин заступил на свой пост президента страны, я не знаю, главнокомандующий, когда Моисея не стал, и Господь обратился к Иисусу Навину, и Он ему дал определенное задание, он дал ему видение и сказал условие, чтобы это видение, оно воплотилось, оно состоялось. Если не будет условия, то ты не будешь способен совершить что-то важное, великое. И Он ему сказал, 1 глава 6-9, то есть Он ему сказал, ибо ты народу сему передашь во владение земли. Вот такое задание было у Иисуса Навина. Но прежде чем Он ему сказал эти слова, 6-й стих, он говорит, будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение земли, которую я клялся от Санта. 7-й стих, опять говорит, только будь тверд и очень мужествен, и дальше он следующее говорит, что и тщательно храни и исполняй весь закон, то есть опять условие, которые завещал тебе Моисей рабом, не уклоняйся от него ни вправо, ни налево, дабы поступать тебе благоразумно во всех предприятиях твоих. И вот 9-й стих, последнюю точку ставит, он говорит, вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся, ибо с тобою, Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь. Аллилуйя. Условия, которые необходимы для того, чтобы совершить Божье дело, Иисусу Навину Господь сказал, быть очень твердым и мужественным, и на этом пути, на котором ты пойдешь, тебе не надо будет ужасаться. То, что будет приключаться, то, что ты будешь видеть своими глазами, он говорит, не ужасайся. Это нормально. Потому что ужасы в твоем путешествии, они придут. Обязательно приключится с тобой что-то, но ты не ужасайся. Вот. И знаете, это было сказано тому человеку, который уже прошел всю пустыню, который уже повидал достаточно разного страшного, там, и разных смертей, кучу смертей перехоронил весь народ. Он видел и холод, и зной, и голод, и разные опасности. Все он это повидал. И знаете, вот другими словами Господь ему еще раз говорит, слушай, вот сейчас ты принял решение взять, исполнить мою волю, вот теперь будь твердым, мужественным, и теперь не ужасайся. Знаете, он говорит, теперь то, с чем ты будешь сталкиваться, ты еще этого не видел, ты еще с этим не сталкивался. Ну не бойся. То есть возможно с тобой случится какая-то сверхъестественная такая проблема, которую ты просто будешь растерян. Он говорит, ну не бойся. Я буду с тобой. Я проведу тебя. Он дал ему утешение. Он говорит, только тщательно храни закон, исполняй и тогда у нас не уклоняйся и тогда у нас с тобой все получится. Аминь. Аллилуйя. Знаете, я вот пришел к такому выводу, что человек, который знает Бога, который имеет на себе призвание от Бога, который принял решение идти за Господом, исполнить Божье намерение в своей жизни, он может принять от Бога вот такую сверхъестественную способность быть мужественным, быть твердым таким. И знаете, он сможет стать каким-то выносливым человеком. Это тоже необычные черты характера, это тоже то, что дает Бог сверхъестественно, чтобы нам пройти вот эти трудности, которые в обычной жизни способны раздавить любого человека. Знаете, человек, который получает или обретает вот эту твердость от Бога, принимает решение быть мужественным, такой человек, он перенесет любые трудности, любые страдания, любые испытания, искушения, которые свалятся на его. Знаете, такой человек способен принести людям радость в свою семью, он может радовать свою жену всякий раз, он может хороший пример подавать своим детям, он может быть таким Христовым посланником или благоуханием Христовым на всяком месте. и знаете, чтобы ну хочется, да, чтобы твоя жизнь, она действительно приносила радость, хочется, чтобы во всей дне жизни видеть улыбку своей жены, видеть не ее слезы, не ее разочарование, не ее горечь от твоих поступков, а видеть ее радость, умиление и благодарение Богу. Есть же разница, как мы живем. И знаете, вот именно такой человек, он который принял от Бога, он способен быть таким вот, ну как вот эта способность, она или убеждение, которое Бог дает, они на самом деле необходимы для того, чтобы исполнить волю Божию. И знаете, подобное что-то записано в Новом Завете апостолом Балу, послание Ефесянам, он тоже сказал об этом, об этом же, что чтобы нам можно было пройти вот эти все злые дни, пройти вот какие-то атаки, теракты дьявольские, да, нам нужно получить вот эту твердость от Бога, укрепиться Богом, броню вот эту одеть. Давайте, 10 стих он говорит, наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом Его. Ну, я буду пропускать вот 13 стих. Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. и выше он говорит, потому что наша брань не против плоти и крови. Наша брань какая-то сверхъестественная, она необычная, она сваливается, ну, с такой силой обрушивается на нашу жизнь, что мы потеряемся, мы не знаем, что происходит. Я вот о чем говорю, человек, который порывается служить, он с непреодолимыми обстоятельствами может столкнуться, которые он вот просто так вот он никогда их не преодолел. Ему нужна вот именно вот эта способность стать таким камушком. Что, пройти, заканчивать, парень? Все нормально. Вот, поэтому здесь Павел говорит о сверхъестественных проблемах, но он говорит о сверхъестественном состоянии сердца, сердца льва. И он более подробно расшифровывает там ноги, руки, все защищается, то есть ты обретаешь такую способность становиться таким твердым и мужественным. Это круто. Это сердце Иисуса Христа. Это его, скажем, доспехи, да? Мы облекаемся в них. Знаете, чтобы быть, вот, ну, если так сказать, мужество, это вообще удел мужчин. Ну, аминь или нет? Мужество, оно даже так звучит. Мужество, удел мужчин. И знаете, для того, чтобы быть мужественным, ну, недостаточно бородов отрастить. Братья, простите, кому-то... Ну, бывает, как человек выглядит так брутально, мужественно, так вот, ну, как-то, солидно. И, знаете, смелость и мужество, это не просто какие-то физические, вот, естественные качества. это вообще наш выбор, который делает вот человек перед какой-то, перед лицом угрозы. И всегда эта угроза чему-то ценному, важному для человека. Это может быть собственная жизнь, финансовое положение, здоровье, там, ребенка, тоже вызов. И, знаете, от жизненных обстоятельств, никто вообще не застрахован. Но какова наша реакция на них? Я помню ситуацию, вот, когда началась вот эта операция СВО, и я там увидел братьев просто с другой стороны. Какие-то братья просто подошли, ну, призовут, пойду. Как платье? Ну, у них даже ничего не трогнуло. Ну, как бы, не то, чтобы они там хотят пострелять, пойти, но просто у них есть какое-то основание, да, где они не дрогнули и проявили вот такое, как бы, как бы, как бы, а другие там, ну, они там грудали, такие, с бородой, такие, там, без спешек в интернете, всех там, хлещих, знаете, как только призыв, смотрю, просто усвистали, кто в Казахстан, кто куда, вот так вот руки задрожали, то есть люди не готовы к реальной жизни, к каким-то вот настоящим обстоятельствам, и все, все, то есть понесло просто, вот, поэтому, знаете, братья, мы не знаем, какие обстоятельства ожидают нас вот в этом году, какие сюрпризы принесет 2024 год, мы не знаем, но какова наша реакция вводит на них, и у нас, братья, есть выбор, как поступить, как, 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 Бог предоставил нам этот выбор, мы можем принять это мужество, и мы выбираем переживать, или беспокоиться, быть смелыми, ну, или быть смелыми и мужественными, несмотря на то, что как, как это все завершится, вся эта ситуация, и, знаете, вот, по большому счету, именно выбор наш показывает, действительно, есть ли она Бог перед ним, и, часто, для того, чтобы преодолеть какой-то жизненный кризис, искушение, или бедствие, просто слова, они не помогут, и нужна реальная, реальная сила, Божья, и апостол Павел, он как-то выразился, такое выражение, он именно, я думаю, об этом говорил, он говорит, ибо Царство Божие не в слове, а в силе, и еще одно выражение, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, знаете, не просто иметь знания на какую-то тему, но нужно иметь вот внутри, иметь вот силу Божию, нужно взять ее, и день бедствия, он показывает, что из себя представляет человек, какой потенциал иметь внутри, я помню, когда ситуация была такая вот с ковидом, когда все позакрывали церкви, там звонили из всяких там инстанций, что все, прекращайте служение, проводите, закрывайте, знаете, у меня внутри какой-то коллапс был, непонятно, то я говорю, надо власть слушаться, и вот все там закрываются, и я просто принял решение, давайте будем молиться, что Бог скажет, и мы начали молиться, и Господь, Он говорит, не бойтесь, проводите служение, я покрою вас, и такой мир пришел, такая радость, я на совете говорю, ребята, продолжаем служить, и ни одного собрания закрывались, и все нормально, Господь сокнул, то есть, что Бог скажет вам, нет, вот это важно, мнение Бога на любую ситуацию, знаете, когда христианин, он невооруженный, такой легкомысленный, поверхностный, ну, беспечный, да, христианин, так вот, как бы, как бы христианин, как бы бизнесмен, как бы там, все, вверхушек нахапался, знаете, если сверхъестественные какие-то силы прикоснуться к такому человеку, он может стать шизофреником, он может сойти с ума, и вот, как Писание говорит, что превратный ум приходит, и человек вообще просто теряется, он либо там грешить начинает, либо что-то происходит, то есть, это просто прикоснулась немножко вот эта сила, испытание, без Божьей защиты, дьявол, он нацелен убить, украсть, убить, побить, и вот, поэтому много людей сегодня такие раненые, обидчивые, такие, ну, как притыкаются, останавливаются в своем возрастании, когда вот столкнулись с каким-то, с обидой, и все, и все, перестали расти, они не могут поверить Богу, что Бог с ними, но они перестают искать Его, в притче 24-10 написано, если ты в день беса и оказался слабым, то бедная сила твоя, знаете, когда человек рыхлый, ну, сердце такое, не знаю, как еще назвать, как сможет устоять такая семья, ну, просто разрушиться, если дом не на камне построен, он упадет, и как можно рассчитывать на такого ненадежного человека, вот, жена, женщина, допустим, уходила замуж за верующего, ожидала, что будет жить, как у Христа за пазухой, там, слышать слова дорогая, там, ну, то есть, у ней были одни ожидания, а в реалии по факту столкнулась, что, ну, как живет с братом дьявола, и испытала все прелести ада, и вот в Писании еще притчи тоже нашел, стих такой, что сломанная зуба, расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека, вот, если мы такие вот твердые, то стрела лукавого, она обязательно вонзится в самое сердце, и этот яд, он пропитает твою душу, ты потеряешь равновесие, просто можешь вот ходить в этой горечи, обиде, и ходить и распускать этот дым вонючий, ну, как свое благоухание, вот, поэтому неподготовленный христианин, неприготовленный, он не может быть побеждающим, так вот, мы приближаемся к этому тексту, да, что встал я на страже, чтобы услышать, что Бог говорит, что Бог скажет, и также есть вот где-то в притчах, что без откровения, когда человек имеет откровения, мало откровения, или вообще не имеет откровения, то народ падает, проваливается, он просто, вот как нету у него твердой почвы под ногами, но имея в своем сердце от Бога понимание, откровение, знать, что Бог тебе говорит, тогда другая картина, вот апостол Павел, я недавно так подумал, апостол Павел, ему много Бог открыл, откровения, да, и его не приходилось Богу там утешать, уговаривать, как-то там, ну, как-то поднимать его там, вдохновлять, ну, Павел, ну, пожалуйста, ну, иди в Рим, то есть, Богу не приходилось, то есть, апостол Павел, его наоборот приходилось осаждать, Бог ему говорит, вот тебе там достаточно благодати, вот тебе жало в плоть, чтобы тебя не несло, просто человек, который имеет откровение, его не надо, он не проваливается, он наоборот наполненный жизнью, у него столько энергии, он, его надо осаждать и останавливать, почему, потому что он укреплен Господом, и вот апостол Павел, он был из той серии, да, иногда тоже однажды слушал проповедника, он настолько вот наполнен, он мог проповедовать прям из бытия с первого стиха и мог бы проповедовать там, я не знаю, по каждому стиху Библии и вот так вот огненно вот столько энергии у человека, когда он движен, вот именно понимание, что Бог говорит в его сердце, и знаете, прикол в том, что если твое сердце открыто, да, перед вот этими стрелами, если ты ранил, если стрела попала, горечи, обиды, там, не знаю, зависти, и там разные, вещи есть, то человек, он не способен служить, полноценно служить, и знаете, когда у меня бывали такие моменты, что у меня какая-то рана попала, я его хожу проповедовать, я не могу проповедовать, мне трудно, я могу прочитать текст, а вот что-то вот, ну как бы, служить, это теряется способность двигаться, очень трудно, поэтому человек, когда только порывается служить, непредвиденная ситуация, приходит и останавливает его, вот именно деятельность какую-то, вот, но если человек начинает разбираться, что происходит с ним, да, то он укрепляется, и тогда он может отстаивать те высоты, может двигаться дальше, потому что он вооружен, он крепок, тверд, и вот Аввакум он, ну как, для него это была обычная нормальная практика, когда что-то непонятное, он заходил куда-то в башню, и он стоял и ждал, Господь, что ты скажешь вам мне, что мне, как мне поступать, что мне делать, то есть, для христиан это должно быть вообще нормой жизни, получать, опять, принимать от Бога Слово, и дальше, давайте, я прочитаю еще раз, прочитаю, так, время вас уже подходит, на стражу пустых слов вообще никогда не бросает, если Бог сказал, значит, так и будет, жди и аминь, вот, поэтому необходимо регулярно вот, ну как бы, сверяться с Богом, и вот этот год, да, год молитвы, научиться, нужно практиковать это в своей жизни, и Бог, он обязательно будет поправлять, знаете, Бог, он, когда нам что-то открывает, что-то нам говорит, он говорит на нашем языке, порой мы делимся, ну, какими-то откровениями, другие люди не могут нас понять, ну, потому что это мое субъективное мнение, это мое откровение, оно мне понятно, Бог мне говорит, оно меня утверждает, оно мне дает твердость и уверенность, если мое откровение тебе не дает твердости, то тебе нужно взять свое откровение, и это тоже, как он, это тоже нормально, потому что у нас есть ответственность, чтобы не быть истребленным, все они говорят, недостатка видения истребляет народ, вот, и видение, видение, да, это предстоящему, предстоящая твоему умственному взору картина, как все может и должно быть в будущем, оно рисует лучший вариант будущего, вот, потеря видения, да, потеря благодати, ты не ведешь, что творишь, когда теряешь видение от Бога, вот, и самая большая проблема, это когда мы движемся такой самонадеянностью, когда мы думаем, что мы сами все знаем, мы уже 20 лет в церкви, и уже знаем, как нужно жить, как поступать, и вот это такая как надменность, да, Писание говорит, что смиренно Бог дает благодать, тот, кто смиряется, признает себя, ну, как вот, нуждающийся в Боге, вот, есть нормальные люди, в кавычках, которые сами знают, как жить, не обращаясь за помощью к Богу, и и Бог им не говорит ничего, они не могут получить, то есть, вот эта надменность, гордость не дает людям получить от Бога видение, знаете, иногда, слышу в свой адрес, у вас, ну, у вас успешное вот служение, ну, как бы, знаете, оно могло быть, ну, я так не считаю, что у нас там успешное служение, много всяких трудностей, могло бы быть, на самом деле, и лучше, и, на самом деле, мне кажется, что мы небольшие крошки имеем, по сравнению с тем, что Бог желает, ну, как воплотить в нашу жизнь, желает нам вручить, знаете, по секрету вам скажу, братья, что, вот, то, что хорошего вообще мы имеем, как бы банально это не звучало, это все от Бога пришло, все от Бога, все доброе, и это то, что нам удалось как-то удержать, отстоять, выдержать, и мне кажется, что это вообще единственная возможность, как наследовать эти обещания Божьи, как воплотить свою жизнь, надмены. Знаете, надмены человеку, он не может принять от Бога что-то, он думает, что он сам знает, что его мысли, они высокие, но на самом деле мысли Божьи, они намного выше наших мыслей, и Господь, Он смотрит, то, что Он видит, то, что Он находится за кулисами, мы этого не видим, поэтому, когда мы обращаемся к Богу, Бог точнее может нас направить. Хорошо, пропускаю, многое пропускаю, хочу рассказать свидетельство. Вот однажды, когда вот мой пастор и я здесь сидит, вот поаплодируйте, пожалуйста. Такой легендарный человек, сегодня будет выступать. Когда пастор Илья уехал, 20 лет назад, и мне казалось, что он взял просит и думал, а что, я где-то куда-то, я просто не понимал, куда я попал, в какую-то топку, в общем-то. И, ну, единственная надежда была на Бога, потому что вот только Бога знал, и все, больше никого, кто бы смог в этих ситуациях помочь. И я прям очень сильно молился, искал Бога, прям, ну, вот прям, долгое время стоял на страже, который сейчас понимает. И знаете, Бог открыл, показал, Он открыл задачу, сказал условия, и меня это благословляет, и меня это благословляет, что бы я делал из этого. И, знаете, я открыл Исаия 58 главу, там, про пост говорится, говорится, то есть там говорится, что, ну, есть условия, там, разреши, а кого неправда, я развяжу, заверма, угнетенных отпусти на свободу, раздели хлеб с голодным, ну, и вот там условия, условия, и Он говорит, тогда, откроется, тогда будет все классно, я буду с тобой, и, ты воззовешь и отвечу, и вот 12 стих, Он дал задачу, или направление, что я здесь делаю на этой земле, и мне пришло понимание, Он говорит, ты застроится потомками твоей пустыни вековые, ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановительным развалем, восстановительным путем для населения. Слава Господу, вообще, знаете, вот я прочитал, я так вдохновился вот этим, вот этим, ну, как оно, как легло настолько крепко в сердце, этот стих, я так обрадовался, думаю, о, классно. И, в общем, потом мы поехали в Тештагул, там была конференция, приезжали там мексиканцы, пророк там был в Сединии, и пророк подходит ко мне, такой какой-то лохматый какой-то там, он подходит, не понимая русского языка, тычет мне пальцем в пик, и показывает мне вот аввакуум, вот этот стих, что вот на стражу встал я, и второй стих, и отвечал мне Господь и сказал, запиши видение, и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий мог легко прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, хотя бы, хотя бы и замедлило, жди его, непременно сбудется, и сбудется, и я прям, ну как почитаю, и я понимаю, о чем, о чем Господь говорит, то есть, ну я прочитал, вдохновился, забыл, тут он мне напоминает, говорит, запиши, я думаю, ну классно, все запишу, домой приехал, радостно спать лег, там проснулся, неделя прошла, утром просыпаюсь, такой прям голос, строгий, ну внутри, ты ослушался меня, у меня просто, ух, болотный пот, Господи, что, где я ослушался тебя, ты не записал, я тебе говорил, запиши, и все, я побежал, все записал, знаете, за это слово, было заплачено время, определенная жертва, какая-то была принесена, но это место, этот плакат, который у нас сегодня записан, ну это место моей жизни, моей силы, то есть когда я забываю, вообще зачем я живу, ну что я делаю, когда я смотрю на этот плакат, я понимаю, для чего я тут нахожусь, я начинаю этим заниматься, и Бог возвращает свою благодать, Бог дает силу, Бог дает энергию, и это мое, ну как знаете, твердое, ну как основание, да, вот, поэтому, если прочитаем еще четвертый стих из этого, тут написано что, вот душа надменная, не успокоится, то есть не будет у них макоя, а праведно в свою веру жить и тяги, а вегео, то есть, живем верой, знаете, братья возлюбленные, скоро у нас начнется региональный пост, и это вообще прекрасное возможность, во время поста, если мы будем искать Бога, ждать, что Он скажет во мне, да, то мы получим для себя, ну, вот такое, любимое сердце, мы будем понимать, что нам делать, как нам делать, мы утвердимся Богом, утвержденные, укорененные, и Его Слове, и мы сможем жить верой, и это настоящие Мужи Божьи, которые смогут противостоять любому слову, выдержать любые стихи, радовать свою жену, детей, там, не знаю, родителей, пусть Бог благословит нас, аминь, давайте мы встанем все, помолимся,